Они не любят слышать это казенно обобщающие старики или престарелые, но вполне благосклонно принимают определения в духе люди осеннего или золотого возраста. В календаре международных праздников есть день, призванный напомнить о тех, кто вступил в пору того самого возраста осени. 1 октября – Международный день пожилых людей. Сегодня в Харцизском терцентре отмечали День пожилых людей, то есть День своих подопечных, а их ни много ни мало полторы тысячи человек. Это и те, кто обслуживается на дому, и малообеспеченные, получающие гуманитарную помощь, и завсегдатые отделения социально-бытовой адаптации, те, кто регулярно приходит в терцентр на занятия. Люди пожилого возраста тоже требуют к себе внимания. Такое внимание уделяем мы, территориальный центр. Здесь для наших подопечных организовано не просто посещение на дому и помощь на дому. Люди пенсионного возраста приходят и к нам. Здесь они находят время и занимаются любимыми своими делами. Кто-то на лекции приходит, кто-то занимается рукоделием, кто-то танцует, кто-то поет. Если бы я тебя не любила, не были бы горькими слезы. К Международному дню пожилых людей коллектив терцентра вместе со своими подопечными подготовил большой концерт. И что с того, что большинство артистов уже давно за 60, а жизнь продолжается. Так виновники торжества назвали свой концерт и включили в программу песни о возрасте осени, о делах житейских и о любви. На все, без исключения номера концерта, зрители, ровесники самодеятельных артистов откликались дружными аплодисментами. Особенные эмоции вызвала у зала сценка о бабушках-старушках, которые, несмотря на возраст, еще многое могут. Подготовка к ответственному мероприятию, подбор костюмов и реквизита, разучивание номеров и, разумеется, сам концерт лишний раз напомнили виновникам торжества, что жизнь действительно продолжается. Это все новости на сегодня. Не обходите вниманием своих родных и близких, достигших возраста осени. И до встречи на канале ТВ-Сфера.